Привет, меня зовут Леся и вы на канале Леся Китчен. Хочу показать два способа очистки кальмаров от кожи, внутренностей. Начнем с самого сложного. У кальмара вот такая вот кожа. Ее можно в любом месте поддеть ногтями и вот так вот снимать. Кожа снимается достаточно легко. Достаточно просто разморозить кальмар. Кальмар будет абсолютно весь чистенький. Вот, то есть, видите, прям вот снимаем ее, снимаем. Так вот везде, со всего кальмара. Этот способ самый трудоемкий, но мне такой способ нравится больше. Кальмар после такого способа получается гораздо нежнее. Кальмар я отвариваю в воде, помещаю кальмар в уже кипящую воду и после закипания варю 2-3 минутки. Кальмар остается нежным и очень вкусным. С плавничков тоже все легко счищается. Также эта пленочка без проблем убирается. Но, опять-таки, повторюсь, этот способ более сложный, чем второй. Давайте вам сразу покажу, как удалить внутренности. Значит, можно кальмар немножко вывернуть, как чулочек. Здесь обязательно есть скелет. Скелет, он немножко похож на пластик. Его нужно извлечь, потому что при варке он никак не размягчится, и вы будете есть в прямом смысле слова пластик. Вот он. Он по всей длине кальмара идет, с внутренней стороны. Обратите внимание. Ну, и как чулочек, опять-таки, говорю, выворачиваю. Вынимаем все внутренности. Вот этот скелет, видите. Вот, кальмарчики достаточно чистенькие, нежненькие. Еще раз повторюсь, что этим способом кальмары получаются нежнее, чем следующим способом. Следующий способ тоже имеет преимущество. Он быстрый. Значит, смотрите, помещаем кальмар в емкость жаропрочную и заливаем кипятком. Видите, как уже кожа начинает скручиваться. Кальмары в воде находятся 30 секунд. Сейчас будем сливать горячую воду и нальем холодную, чтобы можно было без затруднения убрать лишнюю кожу. Ну что, поехали. Смотрите, кожа вот очень легко счищается. Вот, смотрите, особых усилий не приходится прилагать. Все, она свернулась, ее остается только счистить. Кальмарчик тоже достаточно светленький становится. Но считайте, что когда вы заливаете кипятком, он уже немножко сварился, да? После этого вы его еще по-любому будете проваривать пару минут. Видите, вот все. Раз, раз. Достаточно быстренько. Ну а теперь будем вытаскивать внутренности. Имейте в виду, поскольку этот кальмар уже в кипятке побывал, он уже как чулочек не вывернется, он просто весь разорвется. Если вам нужна целостность кальмара, то просто засовывайте ручку и вытаскивайте внутренности. Ну вот, тоже чистенький кальмар, только другим способом. Друзья, как вы можете заметить, два разных способа и два совершенно разных цвета кальмар почищенных. Поэтому выбирайте способ, подходящий именно вам. С вами была я, ваша Леся и канал Леся Китчен. До новых вкусных встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok